Доброго времени суток, дамы и господа! Как я говорил в прошлом видео, у любой франшизы есть свои откровенно слабые в сюжетном плане части. И к сожалению, Uncharted не является исключением. У этой серии также присутствует свое слабое звено, в котором количество допустимого бреда и идиотии превышает все допустимые пределы, из-за чего повествование становится похожим на несмешной цирк с полудохлыми клоунами вместо героев. Дурацкие моменты, что по отдельности могут быть некритичными, накладываются друг на друга и, скрипя словно песок на зубах, соединяются с эпизодами, которые иначе как полной хернё не назовёшь, становясь причиной того, что вера в происходящее, персонажей и их приключения пропадает начисто, оставляя лишнимой вопрос, какого хрена это было. И в этом видео речь пойдёт именно о такой части серии Uncharted с по заголовкам Drake Deception. Спустя два года после непальских приключений Дрейка, чуваки из Naughty Dog решили, что останавливаться на достигнутом не стоит, и отправили героя в новые приключения, сделанные по всем канонам продолжений. Но где-то в момент написания сценария триквела, сценариста в погоне за зрелищностью откровенно понесло. Ведь играя в третью часть, постоянно ловишь себя на мысли, что что-то тут не так. Вроде бы и персонажи на месте, и история про поиски затерянного в песках города неплоха, но ощущение, что вместо отличного сюжета тебе пытаются втюхать нелепую хрень не покидает. А уж ближе к концу игры возникает стойкое желание вспомнить Станиславского с его невеерю, так как откровенной херни в плане косяков сюжета, тупизны, удачных совпадений и откровенного насилия над образом главного героя становится слишком много. Однако поначалу замечаешь лишь мелкие нелепости в сюжете, на которые вроде бы и внимания-то не стоит обращать. Например, в начале, когда Салли с Нейтом, якобы пытаясь продать кольцо Фрэнсиса Дрейка мутному типу по имени Толбот, устраивают целое представление для подмены кольца. Постойте-ка. Нас хотят надуть. Уверяю вас, мистер Дрейк. Эй, ты прав. Эти купюры явно фальшивые. Это что еще за комедия? Могу задать тот же вопрос. Ну все, баста. Сделки не будет. Клиенту скажете, что все профукали. Идем на это, пошло оно все к черту. Вот зачем строить из себя обиженных придурков и затевать драку? Неужели два бывалых эфириста не придумали ничего лучше, чем устроить мордобой с целым пабом? Вместо того, чтобы как-то отвлечь Толбота и дать возможность Дрейку подменить кольцо. Да и сам Толбот не лучше нашей сладкой парочки. Удивляется, словно пятилетний ребенок, что кольцо фальшивое. Это подделка. Хотя пребывал в жутком недоумении из-за того, что Дрейк и Салли начали вопить о фальшивых купюрах. Другой на его месте бы пораскинул мозгами по поводу ни с того ни с сего начавшейся драки. И как следует обшмонал бы двух идиотов, когда они оказались у него в руках. Но только не этот гений. И что значит ты сам его проверял и держал в руках? После начала мордобоя ты свалил, так что у Дрейка было предостаточно времени, чтобы подменить гайку. А последующая задрака и знакомство с местной ведьмой по кличке Марлоу, в которую я по ходу повествования еще плюну не раз, попахивает нездоровым идиотизмом. Ведь страхолюдная швабра сначала начинает толкать странную телегу по поводу страхов Нейта. И все-таки чего же ты боишься? Ни пуль, ни крови, ни зверской боли. Нет. Тебя все это заводит. Так ведь? Бой со смертью. Кто кого? Кейт. А после возбухает на Каттера, якобы пристрелившего наших любителей помять рыло. Вроде бы он ей услугу оказал, но та разве что не шипит и ядом не плюет на Чарли. Да еще и позже вопит о том, что убийство в грязном переулке двух американских идиотов, устроивших драку в лондонском пабе, может как-то повредить ее тайной организации. Складывается такое впечатление, что она эту парочку в живых собиралась оставить. Что? Собиралась? Ну-ну. Наверное, ее заводит, когда за ней гоняются два разъяренных мужика. Другим-то способом в таком возрасте внимания не завоюешь. Однако данные нелепости в начале игры можно было бы легко простить, ведь сам по себе этот эпизод неплох и даже заставляет попереживать за героев. Но, к сожалению, он является первой ласточкой во все нарастающей по ходу истории мишанине из херни и в свою очередь ведет к нехилых размеров сценарному костылю. Ведь, как выясняется, весь произошедший цирк был частью плана по нахождению шифровальной машинки Фрэнсиса Дрейка, на которую Нейт положил глаз еще в детстве. Кольцо же необходимо для того, чтобы машинка работала. И сюжетная загвоздка в том, что шифровальный диск находился в руках Марлоу 20 гребаных лет. Нейт, что? Эту штуку ты искал 20 лет. Не два года, не пять и даже не десять. Двадцать! Если за такой срок Марлоу со своей тайной организацией не смогла найти спеца, что разобрался бы, как это хреновина работает и по какому принципу. Например, разобрав и узнав, что за шифр в ней используется. Или изготовив дубликат кольца, которых, к слову, за такой срок можно было наклепать не одну сотню, хоть один бы да подошел. Или каким-то иным способом заставил бы работать этот диск без ключа. То я просто не понимаю, за каким хером ей вообще кольцо. Они и с ним будут на жопе ровно сидеть еще лет 30. Я бы еще понял, если бы действие всей игры происходило в каких-нибудь 70-х, 80-х годах. Хотя даже в таком случае тупость швабры и ее миньонов смотрелось бы дико. Но на дворе 2011 год. Компьютеры, сканеры и прочие хай-тек хреновины. С ресурсами Марлоу разобраться, что за шифр используется в диске и как заставить машинку работать без проклятого кольца, не составило бы большого труда. Впрочем, о чем это я? У Марлоу по воле сценария мозгов нет даже на то, чтобы разыскать Дрейка и силой отнять у него кольцо. И отсутствие серого вещества у Кэтрин Марлоу и Толбота прекрасно раскрывается в момент осознания того, что их развели. Ведь обнаружив, что кольцо фальшивое, они тут же вычисляют виновного. Вот с чего эти два имбецила решили, что это Катр? Они что, сценарий прочитали? Да любое существо, которое использует голову не только чтобы ей есть, первым делом после обнаружения подмены должно было начать штурм морга и полицейского участка в поисках кольца. Но только не в третьем анче, где все решает магия сценария, что подсказывает действующим лицам их следующий шаг. Однако к местным антагонистам, их действиям и мотивам, а также к тому, что иногда происходит с героями игры, я еще вернусь. Пока же пробежимся по мелким косякам. Одним из таких костылей, которые, казалось бы, не вредят истории, является эпизод со штурмом музея в Сирии, где происходит откровенная война, так как миньоны Марлоу в ходе противостояния героям начинают на полном серьезе разносить музей при помощи РПГ. Берегись! Ложись! Бегите! Чую я, после них тут камня на камне не останется. Никак не знаю, что там. И это не имело бы значения, если бы не близость сирийской кунсткамеры к городу. Это ведь не заброшенный замок во Франции, который можно беспрепятственно сжечь вместе с кучей народа. Конечно, возможно, что на выстрелы никто бы не обратил внимания, но грохот от взрывов прекрасно слышно. Однако в городе как будто обитают исключительно глухие люди, что не в состоянии ни услышать канонаду, ни полицию вызвать. Абсолютный пахутизм, а иначе это не назовешь, со стороны органов правопорядка и гражданских перестрелкам встречается не только в Сирии. Этим же грешат и в Йемене, где происходит мордобой, обильно подкрепленный изливанием свинца. Сперва в колодце в черте города, а затем уже в аэропорту. И это, опять же, не бросалось бы в глаза, если бы не слова Салливана в Лондоне, а Бобби. Здесь вот-вот будет полиция. И эпизод с погоней Дрейка по улочкам Йемена за Толботом, в которой активно участвует местная полиция, что, видимо, тоже состоит исключительно из глухих и реагирует только когда видит, как кто-то нарушает спокойствие. Ну да ладно, предположим, что все прямоходящие обезьяны, из числа не относящихся к сюжету неписей, обильно жрут утром и вечером успокоительное. И им, за редким исключением, откровенно по барабану творящийся беспредел. Пусть и выглядит, это крайне тупо и создает впечатление абсолютно картонного мира. Эти эпизоды можно было бы тоже спокойно не принимать во внимание, если бы в основной истории не так часто проскальзывали откровенно тупые с точки зрения банального здравомыслия моменты, превращающие происходящее в абсурдный несмешной анекдот. Но, к сожалению, авторы решили, что зрелищность гораздо важнее здравого смысла, и маскировать откровенную хрень не нужно. К разряду откровенной херни относится, например, нефиговая удача, что сопутствует Дрейку по ходу истории, которая иногда смотрится настолько дико, что не воскликнуть что-то вроде «Ой, да ладно, блять, совершенно невозможно». Удача эта проявляет себя преимущественно в Йемене, и расположенных рядом морем и пустыней Рубель-Хали, хотя в Лондоне тоже не обошлось без подобного момента, в котором необходимая по сюжету фигура с корабля знаменитого пирата оказалась как раз в том помещении, где Нейт обрел таки заветный шифровальный диск. И это можно было бы назвать незначительной мелочью, если бы не факт того, что Дрейк сперва с помощью диска разгадывает шифр из своего блокнота, который он всегда таскает с собой, и который у него никто пока не отбирал, а потом заявляет следующее. «Где-то здесь что-то спрятано». Хотя находится в этой комнате первый раз в жизни, и знать не знает о том, что могли натаскать сюда люди Марлоу. «Вот это я понимаю!» – ткнул пальцем в небо. На юге же Аравийского полуострова госпожа Удача, а если быть более точным, волосатая рука сценариста буйствует во всю мощь. Так, в одном из городов Йемена, где происходит действие игры, троица героев, спасаясь от злодеев, находит вход в тайную гробницу, просто случайно забежав в первую попавшуюся дверь. «Хей! Сюда!» При помощи той же удачи, Дрейк, после спасения с тонущего пиратского корабля, оседлав шторм-доску, добирается до того самого города, из которого У был в морской круиз. Ну и завершает эту вакханалию эпизод «В пустыне», где Нейт не только натыкается на заброшенную деревню, в которой, опять же, совершенно случайно тусуются миньоны Марлоу, но и спасается при помощи местного бога из машины, в роли которого выступает абориген Салим со своими бедуинами, который, появившись как из пизды на лыжах, не только обладает поистине сверхъестественным нюхом на плохих людей и с легкостью отличает плохих вооруженных англоговорящих белых от хорошего вооруженного англоговорящего белого человека, но и знает о караване Марлоу. Хотя, эпизод с Салимом стоит причислить скорее к глюкам Нейта, нежели к удаче, как, собственно, и все, что связано с финалом игры. Однако об этом поговорим позже. Пока же вернемся к мастерству местного сценария, в результате которого в истории третьего «Анчартед», из-за описанного выше подхода к повествованию и персонажам, моменты, от которых можно словить фейспалм, встречаются гораздо чаще, чем этого хотелось бы. Страдают от них все без исключения. Чарли Каттер, например, получив от Толбота отравленный дротик, в сцене совершенно бредово-идиотским исчезновением местного Копперфильда, видимо сперевшего у Гарри Поттера мантию-невидимку, при повторной встрече с ним, уже не находясь под влиянием наркоты, с какого-то перепуга решает прикинуться подконтрольным злыдню, в результате чего герои остаются без оружия, хотя могли бы просто устроить пальбу и сбежать от геронтофилов и пендрежника, вопящего о подкреплении. Что именно помешало Чарли начать палить в злодея, когда тот расслабился? До того, как его друзья бросили пушки, знает только сценарист, которому по зарез понадобилось устроить побегушки безоружных протагонистов под огнем. Но это хотя бы попытались обстебать непосредственно в игре. «Хрена была пушки бросать!» «Ты бы хоть подмигнул, что ли?» Однако следующий за этими действиями эпизод умудрился спустить в унитаз всю самую иронию. Ведь в результате мы имеем еще одну откровенную идиотскую сцену, следующую прямиком за вышеозвученными, в котором Каттера, с коим сценарий сыграл злую шутку, настигает сама Марлоу со своим подсоском и, обобрав бедолагу, решает устроить из него барбекю, вместо того, чтобы просто пустить Чарли пулю в лоб. Видимо, здесь сценарист решил пожалеть нежную психику игроков. Так что вместо демонстрации всей злодейской сущности местных плохишей посредством смертоубийства и предоставления мотива герою отомстить им заставил бедного Чарли охренеть от безобразной тупизны, а затем спастись с помощью прыжка веры, сломав ногу. Конечно, зачем нам демонстрировать жестокость злодеев? Ведь они существуют только для того, чтобы их взрывали, ломали им шеи, били рыбой и просто фаршировали свинцом. Это сколько угодно. А вот показать, как злодей, не страдая театральной хернёй, мочит одного из компаньонов героя самым действенным методом. Нет, такого мы не можем. Уж лучше выставить антагонистов карикатурными идиотами с одной извилиной на двоих. И ладно, во французском замке Толбот оставил Салли и Дрейка на съедение баукам в практически безвыходной ситуации. Но здесь-то можно спастись, просто спрыгнув вниз. Есть ведь огромная разница между хреновым расчётом и крайней степенью тупизны. И я понимаю, нет, правда понимаю, что сценаристу нужно было убрать Чарли и Хлою из основного действия, сосредоточившись на Викторе с Нейтом. Однако зачем делать настолько бездарный эпизод, словно это писанина студента первогодки, а не серьёзного автора? Но пофиг. Героев надо было исключить из повествования, и их исключили. А насколько тупо это было сделано, откровенно похер. Последствием такого отношения создателей к написанной ими истории является то, что противники Дрейка выглядят не как некая внушительная сила, которую он должен превозмогать, а как беспомощные дети, чьи действия по ходу повествования выглядят, словно попытки больного шизофренией доказать психиатру свою вменяемость. Так в Йемене, после того, как Нейт, выбравшись из того самого случайного колодца, получил от Толбота всё тот же дротик с наркотой и угодил в лапы к Марлоу и её друзьям, происходит феерическая невменяемость и диалог между страхолюдной Шваброй и главным героем. Швабра на полном серьёзе, во-первых, просит Нейта сдать им Виктора, так как тому известны координаты Ирама. Найди мне Салливана. Ага. Я в курсе, что ему известны координаты Ирама. А во-вторых, пытается убедить Дрейка в том, что Салливан может его предать. Подумай, ты ведь угодил к нам в лапы довольно давно. И что-то он не спешит на выручку. Разве он спас тебя там, в Картахене? Он просто тебя использовал. Я вижу, к чему вы видите. Поверь мне, Виктор всегда блюдёт только свою выгоду. Это суровый факт. Я поняла это 20 лет назад. Удивительно, что ты до сих пор не понял. И это глава тайного мать его ордена. Да нахрена тебе, безмозглая ты животная, Виктор? Выяснить, что герои делали в том колодце, куда спускались твои люди, не составит большого труда. У тебя ведь связи. У тебя армия обученных головорезов. Найди вход в гробницу, снаряди отряд огнемётчиков, вытрави из неё пауков, доберись до карты и при в пустыню на поиски Ирама. Неужели это так сложно? Ладно, возможно, у тебя не хватит мозгов, чтобы провернуть такую сложную комбинацию. Но тогда почему бы просто не взять Нейта в заложники? И накачав его транквилизаторами, сперва выманить Салливана, а затем, повесив обдолбанному Дрейку на шею связку гранат, не заставить Виктора показать дорогу. И что это за полоумный бред насчёт того, что Салли может предать Нейта? Очнись, тупая блонда, они 20 лет вместе. Побывали во многих передрягах, пережили кучу всего. И если до сих пор поддерживают партнёрство, то с какого пересрача ты решила, что один из них придаст другого при первой возможности? Они ведь практически как отец и сын. И тебе, как главе мутной тайной организации, с кучей шпионов и ворохом связей, должно быть об этом прекрасно известно. Да Дрейк на этих словах должен был ей в рожу плюнуть и поржать как следует. Но, как я говорил выше, от фейспалмовых моментов страдают абсолютно все. И герой чуть ли не ведётся на роскозне старой ведьмы. А затем, услыхав от всё той же Марлоу, что Салли засекли, и видимо решив, что Толбот прямо сейчас к нему телепортируется, начинает бузить на глазах у полиции, вместо того, чтобы дождаться удобного момента, и вырубить приставленного к нему пирата. Ведь гораздо интереснее сагрить на себя местных фараонов, а не свалить незаметно для них. Самое смешное, что совершенно неясно, зачем этот эпизод с побегушками был нужен. Ведь после погони за Толботом, Дрейк оказывается в руках у пирата-суицидника Рамзеса, в откровенно филерном эпизоде. Да, кладбище кораблей выглядит отлично и атмосферно, однако при этом не несёт в себе никакой сюжетной нагрузки. Его можно смело вычеркнуть из истории, без вреда для неё. Она выглядела бы органично, если бы Дрейку понадобилось вызволять оттуда Виктора. Или, например, Елену, которую враги схватили бы с целью контроля над героем. И неважно, получилось бы у него это в итоге или нет. Но, к сожалению, сценарист Дрейк Десепшн решил снова не заморачиваться, и просто впихнул кладбище от балды. К слову, о Елене Фишер. Её тоже слегка накрыло сценарным маразмом. Это прекрасно видно в Йемене, когда она отправляет Виктора в одиночку к торговцу коврами за оружием. Так, нужно кое-какое оборудование. Тогда обратись к торговцу коврами. Я про пушки, оружие. Он не только коврами торгует. А-а-а, вот что. В надежде, что Салли знает язык, на котором говорит местный барыга, и что он не сдаст иностранца полиции. А затем уже в аэропорту, где по воле того, кто писал сюжет, напрочь забывает, как обращаться с автомобилем. Сперва забив на ручной тормоз и коробку скоростей, держа машину, словно геркулес. А затем, захватив с Нейтом только что подъехавшую машину, проключив зажигание и такую вещь, как тормоза. Тут два варианта. Либо сценарист решил в очередной раз искрометно пошутить на тему девушек за рулем, либо просто обдолбался в корень и в очередной раз забил болт на логику и персонажей. Хотя в аэропорту отличился даже Нейт в еще одной очень трогательной, но совершенно дурацкой сцене, где Дрейк решил, что тащить с собой дорогую ему девушку в пекло не лучшая идея, но сказать ей об опасности решил по-особому. Давай я залезу и подтяну тебя. Ладно. Прикрывай. Ага. Эй ты, ты что? Елена, слушай. О, черт, этого следовало ожидать. Тот момент, когда тупость стебет сама себя. Помимо вышеозвученных косяков, у Дрейк Десепшн есть проблемы с логикой даже в лоре игры, что свойственны некоторым произведениям приключенческого жанра из разряда на и тупейших. В частности, они касаются всего, что связано с Фрэнсисом Дрейком и Джоном Ди. Первый, согласно вселенной третьей части, был тем еще кадром, ведь он после того, как понял, что за опасность стоит себе и рам, заметая следы, чтобы город не обнаружил никто, включая снарядивших его в путь королеву Елизавету и Джона Ди, оставил, сука, подсказки в виде шифровального диска, карты и надписи на стенах при входе в тайный храм под одним из городов Йемена, по которым можно отыскать Атлантиду песков. Что же касается Джона Ди, что был ближайшим советником Елизаветы и состоял в ее тайном обществе, то он, после того, как Дрейк солгал ему и королеве про свои поиски, хоть и нашел нить, ведущую от крестоносцев к и раму, о чем свидетельствует его лаборатория во Франции, из которой ведет тайный вход к могиле одного из крестоносцев, но продвинуться в своих поисках так и не смог, то ли из-за того, что недопер, что пауки боятся света, то ли потому, что попросту был архнофобом и до усрачки боялся членистоногих и всего, что с ними связано. Кстати, о птичках. В сюжете иллюзий Дрейка присутствует откровенная недосказанность в плане роли монстров в истории про поиски медного города, вследствие чего меня по сей день при каждом прохождении мучает один и тот же вопрос. Что это за ебаные пауки? Они есть в поместье во Франции, в музее в Сирии, под городом в Йемене. Да блин, один заспиртованный экземпляр есть даже в лондонской штаб-квартире Марлоу. Но хоть они и встречаются на протяжении всей игры, потрудиться объяснить игроку, что это, откуда это и как оно связано с сюжетом, никто не потрудился. Нет, серьезно, какого хрена? Это все равно, что показать упырей в первой части или едьте во второй, а потом забить на них болт, не удосужившись рассказать, почему в сюжете присутствует нечисть. Такое ощущение, что авторы сами не в курсе нахрена членистоногие так часто появляются в игре и преследуют главного героя. А зачем объяснять их значение? Подумаешь, пауки-людоеды. Это же обычное дело. Загляните под кровать. Наверняка найдете там парочку таких же сикарачек, смотрящих на вас голодными глазами. И это не было бы так тупо, если бы по ходу игры не возникало ощущение того, что пауки должны играть ощутимую роль в истории. Ведь не просто же так они находятся именно в ключевых для сюжета местах, которые посещают все ищущие рамлица. Но сценаристы снова решили не заморачиваться. И членистоногие пропадают с радаров ровно в тот момент, как все причастные к поискам попадают таки в затерянный среди песков город, с которым тоже не все в порядке. Однако перед тем, как перейти к тому, что творится в финальной части игры и всему, что с ней связано, включая проклятый город, позвольте вспомнить о Марлоу, дабы напоследок еще раз пройтись по ее личности и планам. Ведь Кэтрин Марлоу является собой пример типичного клише-злодея для галочки и представляет собой аморфную бабу-ягу с неподдающимся логике плану. Давайте пока оставим в стороне коварный замысел и сосредоточимся на ее образе и том, как его преподносят. Весь цимис в том, что авторы перед тем, как выпустить третью часть, клятвенно уверяли игроков, что Марлоу будет самым опасным и хитрым противником Дрейка. Однако, играя в Дрейк Десепшн, понимаешь, что что-то пошло не так, в результате чего ее образ, как главного злодея, смотрится нелепо, убого и попросту смешно. И дело тут не столько в тупости ее поступков, по которым я уже прошелся, сколько в постоянном нагнетании пафоса, с которым ее преподносят в игре. Все персонажи, за исключением Елены, твердят об опасности Марлоу и ее тайного кружка особо одаренных. То Салли толкнет речь. Эти люди не признают поражение. И что? Эти люди не похожи на тех, кто берет плянных. То Чарли начнет с неимоверно серьезным лицом затирать про тайные общества. Британская культная служба, школа ночи, клуб адского огня, орден золотой зари, все они связаны. Так Джон Ди? И Фрэнсис Уолсингем, и Олтер Релли, и даже твой Дрейк, они все оттуда. Их интересовала власть, контроль над врагами, посредством шпионажа, обмана, страха. Эй, парни, так, так, погоди, так Марлоу и ее люди? Все тот же тайный орден. Ему уже четыре века. И даже Хлоя, вот уж чья бы корова мычала, вставит свои пять копеек. Слишком большой риск. Ну, жив остался. Я не только про Чарли. Я вообще про все это. Слишком опасно. Но при этом, хоть каких-то действительно внушающих поступков Мымры, в игре нет. Вообще нет. Она маячит где-то на горизонте, периодически выпрыгивает шипением из кустов, но при этом не делает ровным счетом ничего, что показало бы ее, как опасного противника. Да по сравнению и с ней, злодеи из первого Uncharted смотрятся сущими демонами, не говоря уже об антагонисте второго Лазаревича, при взгляде на которого складывалось впечатление, что он может замочить любого, кто косо посмотрит в его сторону. И пусть каждый из них был довольно-таки схематично прописан, зато они своими действиями показывали, что опасны, чем мотивировали игрока их забороть. А их цели были всегда понятны, в отличие от Марлоу, чей хитрый план был придуман, видимо, под веществами. Вот давайте вспомним, чего хотели Роман и Наварро. Они хотели денег. Один хотел поднять деньжат при помощи сокровищ, другой в свою очередь толкнув на черном рынке спидозную мумию. Мотив доступный и понятный. Лазаревич же хотел стать неуязвимым, что при его профессии диктатора вполне логично. Опять же, мотив доступный и понятный. Кто откажется стать практически бессмертным, если есть такая возможность? А вот теперь взглянем на план Марлоу. Как глава тайной организации с кучей средств и связей, она хочет найти в мифическом городе бочку с сильным галлюциногеном, дабы править миром с его помощью, ведь им нужна власть посредством страха. Мне интересно только одно, под каким количеством кислоты можно выдумать подобную хрень? Как это, блядь, вообще работает? Как этот галлюциноген может помочь ей получить власть? Она собирается отравить им лидеров всех стран? И что дальше? Их место тут же займут другие. Она собирается с помощью него промыть кому-нибудь мозги, чтобы он продвинул ее по линии власти? И как дерганный, галлюцинирующий обдолбыш это сделает? Да и зачем? Что? Шантаж? Подкуп? Дискриминация? Угрозы уже не в моде? Да блин, у нее ведь толбот есть, который может при помощи своих отравленных дротиков заставить любого сделать все, что он захочет и наклепать таким образом, допустим, на какого-нибудь министра компромат. Или она собиралась всю воду на планете отравить и сагрить на себя вообще всех сука нахрена я ищу смысл в ее действиях? Вот как можно было после столь приземленных в плане мотива злодеев из первых частей создать подобного карикатурного антагониста с невменяемым планом? Кому в голову могла прийти идея, что подобный персонаж будет неплохо смотреться в мире Uncharted и вызывать хоть какую-то реакцию кроме смеха? Ведь помимо дурацкого плана по захвату мира, как говорилось выше, у Марлоу нет даже харизмы. Она просто тупая высокомерная стерва, которая по велению сценариста противопоставляется герою. И опять же, на ее мотивацию можно было бы не обращать внимания, если бы она сделала что-то, что ее бы охарактеризовала. Например, убила бы того же Чарли, но как я уже говорил выше нет, она ничего этого не делает. Да, она похитила Виктора, но как я опять же говорил выше, непонятно зачем это вообще было сделано. Да и похищение, во-первых, служит лишь для продвижения по сюжету, а во-вторых, не очень-то тянет на тот монструозный образ, которым ее пытались наделить. В итоге, мы имеем самого тупого злодея в серии, как будто придуманного ребенком, который своими поступками и мотивом вгоняет в ступор и в прямом смысле сливается в унитаз в конце. Хотя опять же ее мотив тоже можно отнести к глюкам, однако не пройтись по ней в последний раз я не мог. Теперь, когда со старой кошелкой разобрались, можно перейти к самому мозговоедающему моменту во всей третьей части, который основательно уродует всю игру, окончательно превращая ее в бред. Ведь в нем сценаристы капитально испоганили образ главного героя, вследствие чего воспринимать финал истории, да и всю игру в целом всерьез, не получается при всем желании. Связан этот момент с полетом Нейта в пустыню на самолете плохишей. И нет, я не про то, что происходит в самом самолете, не про аварию в целом и даже не про то, что Дрейк, выпав из разрушающегося самолета, пронзил своим куканом физику и догнал в воздухе тяжеленный ящик, выпавший из авиалайнера задолго до него. Нет, на это я бы спокойно закрыл глаза, ведь это самый охерительный момент во всей игре. Я про тот пи***ц, что происходит после приземления героя, а происходит следующее. Нейт, совершив посадку, отправляется к обломкам с целью найти в них что-нибудь, что поможет ему выжить, например воду. Однако, добравшись до них и должно быть словив по пути солнечный удар, берет у трупа автомат, видимо, собравшись отстреливаться от миражей и даже не догадавшись проверить, есть ли у покойника фляжка с водой, любуется на барханы, выбирая дюну посимпатичнее и, видимо, не доперев, что можно подождать ночи, отправляется по самому санцепеку и жаре куда-то в пески, где блукает 3 дня. Твою мать! Сколько же тупости можно за раз напихать в один эпизод? Мало того, что главный герой ведет себя после крушения как беспросветный дебил, так он еще и на полном серьезе без всяких последствий переживает трехдневный переход по пустыне, после которого случайно набредает на заброшенную деревеньку, где случайно тусят миньоны Марлоу, коих он спокойно выкашивает. Браво! Браво, блять! Сценаристы не только умудрились впихнуть в игру, еще один не несущий в себе смысла для сюжета филерный эпизод, благодаря которому действие провисает, и сделали его максимально тупым, дав Дрейку ТТХ Терминатора по выживаемости. Но еще и, видимо, в попытке выдавить из игроков сопереживание персонажу, заставили героя в его вояже по барханам кривляться, показывая, насколько ему плохо. Жарко. Мне бы воды. Хоть бы глоток. При этом, даже не удосужившись, повязать бедолаге голову гребаной арафаткой, что все время с момента крушения болтается у него на шее. Чей извращенный, тупой, затуманенный веществами мозг мог выдумать подобную нелепую хуйню. О каком переживании за героя может идти речь, если после трех дней с непокрытой головой на 50-ти градусной жаре без воды он спокойно мощит злодеев пачками? Да Дрейк после таких выкрутасов даже мама бы сказать не смог, и никакая вода из лужи не помогла бы. Зачем заставлять персонажа, которому во второй части после пулевого ранения понадобилась помощь со стороны, чтобы выжить, сайгачить по пустыне словно верблюд? Это ведь Рубель Хали, одна из самых жарких пустынь. Бедуины обходят ее стороной. Какие нахрен три дня под палящим солнцем? Да Дрейк в первый же день валялся бы под барханом, наслаждаясь бульканием своих закипающих мозгов. И ладно, если бы Нейт шел ночью, но нет, он прет днем, наслаждаясь солнышком, которое весело играет на его голове словно на барабане. Нахрена было так уродовать не только игру, но и созданного вами персонажа, одним из плюсов которого была его правдоподобность в плане схожести с реальным человеком. Ведь это не только но и превращает финал игры в наркотический бред. Вот почему за весь рассказ о сюжете иллюзий Дрейка я ни словом не упомянул о самом Ираме, что торчит посреди пустыни, весело сверкая на солнце, окруженный перманентной песчаной бурей. Потому что все происходящее после гребаного крушения, включая эпизод с Салимом и мотив Марлоу, выглядит как один большой глюк агонизирующего Нейта. В финальную часть и ту херню, что в ней творится, просто не верится, а все потому, что авторам понадобилось неизвестно зачем впихнуть этот дебилизм с пустыни в свою игру. И ладно, тот, кто прописывал эту ахинею, попросту кончил в момент написания сцены с самолетом и не мог дальше вменяемо мыслить, но остальные это остальные куда смотрели? Или кому-то в голову пришло, что барханные приключения как-то по-особому раскрывают Дрейка? И кто-нибудь обязательно скажет, ну чего ты доебался? Это же всего один эпизод. И вообще это игра, в ней важен геймплей, не обращай внимания, игра и наслаждайся процессом. Да вот только этому процессу мешает наличие тупорылых моментов, которых по ходу сюжета становится все больше и больше, и то, что авторы превратили Нейтана Дрейка в неубиваемого героя-боевика, который толпами косит вражин и с легкостью выпутывается из различных передряг, из-за чего сюжет Дрейк Десепшн напоминает насыщенный необязательными, не раскрывающими ни одного персонажа эпизодами фарс, в котором совершенно неубиваемый протагонист, периодически жалуясь на жизнь и здоровье, противостоит невменяемо тупому антагонисту, не способному никому навредить напрямую из-за сценария. В этом фарсе теряется всяческий смысл в переживании за героя и исход его истории, ведь после идиотских поскакушек по барханам, Дрейк мог бы спокойно остановить, допустим, танк голыми руками, походить по лаве, прикурить от ядерного взрыва, а хули нет, если он способен нибудь индусы. Ее разрабатывала та же студия, что и предыдущие номерные части серии, в которых глупостей было несравнимо меньше, а персонажи, как герои, так и злодеи, в большинстве своем выглядели похожими на простых людей, вследствие чего два первых анча воспринимались гораздо лучше, казавшись более логичными в плане поступков и способностей героев. Однако в третьей части в погоне за масштабностью авторы, видимо, сами запутались в написанном и решили закрыть глаза на присутствие в сюжете глупостей, реалий в кустах, эпизодов и диалогов ни о чем, из разряда «Чего же ты боишься, Дрейк?» или «Что кому хочешь доказать?» «Теряешь страх» и тому подобного дерьма вкупе с приобретенным Нейтом иммунитетом к смертельно опасным ситуациям. И осознание того, что сценаристы триквела подошли к истории о ирамских поскакушках настолько наотъебись, оставив в них откровенную, неприкрытую ничем, бросающуюся с воплями в глаза хрень и тупость, лично меня неимоверно бесит. Однако это не повод приносить в жертву сюжет третьей части Uncharted. Ведь создается впечатление, что создатели намеренно оставили в своем произведении столько бреда и держат игроков за пятилетних младенцев, которым можно скормить любую хрень и перед которыми авторы трясут погремушкой со словами «Смотри, смотри! У нас тут круто! У нас тут тайный орден! Затерянный город! Загадки! Самолетик бабахнул!» Отключи мозг и не обращай внимания на ту тупость, что периодически проскальзывает в сюжете». Возможно, после всего услышанного у кого-то может сложиться ощущение, что я считаю третья часть Uncharted плохой игрой. Это не совсем так. Если тотально абстрагироваться от вороха дурости разного калибра, что проскальзывает в сюжете и не обращать внимание на местами провисающие повествования, сосредоточившись на геймплее, то Uncharted 3 Drake Deception может захватить процессом и доставить массу удовольствия от прохождения, что довольно неплохо. Однако, по моему мнению, как третья часть франшизы о Нейтани Дрейке, она гораздо слабее предыдущих частей именно в плане рассказываемой приключенческой истории, которая могла бы получиться намного лучше, если бы авторы чуть-чуть повнимательнее отнеслись к своему произведению. Ведь возникающие то тут, то там идиотии и филлеры очень портят впечатление от детища студии Naughty Dog, так как в Uncharted важен не только сам процесс игры, но и сюжет, в котором не должно быть настолько откровенно нескрываемого непотребства. И очень хорошо, что в четвертой части франшизы Нил Дракман и его команда постарались не наступить на те же грабли, что и в третий. Пусть в Uncharted 4 тоже не обошлось без глупостей, но об этом уже в следующий раз. На этом у меня все. С вами был Пилигрим. До встречи. Колодец. Слава Богу. Так. Ну, скорее. Теплое тоже сойдет. Черт подери. Это уже не смешно. И что? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...